здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия сегодня у нас узор для жилета от шанель смотрите девчонки я навязала образцов пробовала разные спицы пробовала под мод вот пробовал два сложения уже как мне нравится вот это пряжа девчонки милана и она вот правда это я вам говорю честно на ощупь вообще шикарная вообще она конечно не совсем бюджетная но и недорогая такая среднего класса но просто прелесть все возможное я пробовала остановилась вот на вот этом вот варианте тут и пушка как бы для этого жилета ну вот из того что у меня есть возможно если бы у меня было чего-то побольше я что-то бы другое взяла у вас же в данный момент у меня такой набор как бы пряжи поэтому я вижу вот так вот буду буду вязать уже вижу вернее снимаю вообще сегодня снимаю узор в общем у меня основная пряжа это явно от милана 8 процентов альпака 2 процентов шерсть 8 вискоза 64 акрил ну очень ну очень классно это вот правда ссылка на магазин будет для украины будет под видео в описании если что вот для россии девчонки не знаю но у вас я думаю своих достаточно магазинов тут важно название или взяла я в подвод вот эту вот кстати а они я такого как бы сказать не могу как а вот этой вот если вы захотите именно из этой вязать и что-то взять под мод вот честно скажу не убедите эту потому что подозреваю что она колется во первых подозреваю по ощущениям во вторых писала подписчица что колючая пряжа опять же говорю потом у меня просто сейчас нет другого выхода а жилетку хочется вам связать вот хочется вот поэтому я взяла эту пряжу вам же рекомендую если что если будете брать в подвод что-то для пуха возьмите пух норки девчонки без вот этой дополнительной нити которая идет в пухе норки просто одну нить пуха норки будет вообще бомба ракета это жилет вот но я беру эту вам показываю на всякий случай вот потому что вот эта вот структура мне больше всего нравится она и по плотности как бы вязание мне более всего подходит и пух дает вот это вот хотя и в этой немножко такие ворсинки пуха есть но не настолько насколько бы мне хотелось вот в самом оригинале у нас вот такой вот лист большой и вот такой вот маленький перевертыш а вот и мы сейчас маленькие спицы нужно его заменить мы сейчас пройдемся параллельно будем вязать и тот и тот листик вы их попробуете пока я выложу видео попробуйте потренируйтесь и очень скоро будет видео будет вяжется он быстро под уже в голове у меня сложился план как отдайте листья как бы расположить ну чтобы было все максимально удобно как это все привести в действие ваша задача сейчас пробовать узор вот так что еще хочу сказать сколько пряжи сколько всего предварительно могу сказать что 100 грамм вот этой 250 серой но все это будет в том видео сейчас же мы разбираем узор вот она одна схема этот листик начинается с изнаночного ряда этот листик большой начинается с лицевого ряда лицевой ряд у нас по изнаночной глади идет этот листик он у нас как бы идет параллельно своей схемой то есть он не забирает петли из основного узора здесь у нас видим я написала как бы два ряда 1 3 вот этот стебелечек но там его нет он только как бы с 3 начинается и в одном по моему вот этот стебелечек вот в начальном первом листике он идет снизу об этом я буду говорить в следующем видео ну то есть подробно это все мы будем пара по рядам по по петлям разбирать куда уместить эти листики сейчас мы разбираем сам листик как он вяжется вам нужно натренироваться чтобы потом не путаться в этих двух схемах потом уже когда будете вязать жилет сейчас вы потренируетесь и подождете пока я доделаем мастер-класс в течение недели обещаю будет вяжется очень быстро как бы сам жилет небольшой плотность такая хорошая а вот значит что я делаю провязываю 3 ряд 1 лицевая и пошла дальше сейчас рядышком будем вязать 2 вернее он начинается спит первый ряд у нас изнаночный вот я нарисовала здесь единичку поэтому мы этот ряд вяжем без изменений до конца так в изнаночном ряду мы располагаем этот листик опять же точно так же я все буду говорить мы это все будем разбирать вот значит я ему допустим не нужно расположить здесь и я одну петлю провязываю изнаночной схемку я счет уголочек вам вставлю на всякий случай все обе схемки чтобы было удобнее потому что скорее всего вам не очень будет видно здесь и все одну петлю и так вот она наша косичка лепесточек его мы провязываем в изнаночном ряду изнаночной петли все петли провязываем изнаночными так третий ну да здесь он у нас второй то есть лицевой ряд лицевого ли здесь обозначены одни лицевые ряды первый ряд только изнаночной там где мы начинаем здесь просто неудобно что здесь у нас неважно все равно они хаотично будут расположены эти лепесточки то есть сейчас просто параллельно вижу значит здесь у нас пятый ряд так значит накид лицевая накид классический накид и вяжем дальше пятый ряд а здесь у нас второй ряд узора так и во втором ряду узора девчонки я делала вот петли добавляла здесь у нас не классический накид здесь у нас я вот добавляла из вот этих вот то есть предыдущую петлю я достала лицевую теперь это центральная лицевая и из предыдущего ряда и вот образовывается у меня здесь дырочка чего не хотелось бы она конечно немножко затянется вот таким образом мы будем и дальше добавлять вот они протяжки но я вот почему подумала что первую петлю вот я сейчас попробую мне не хочется чтобы была здесь дырочка вот это вот я сейчас попробую сделать из первой петли 3 раз-два-три раз-два-три посмотрим будет ли дырка если будет сейчас посмотрим дальше она уляжется и мы решили здесь делать протяжки или просто из одной три это как бы в начале далее мы будем как бы поднимать так значит изнаночный ряд мы вяжем по узору то есть основную гладь лицевой петлей лепесток изнаночный так здесь у нас седьмой ряд здесь у нас будет четвертый ряд так одна лицевая накид лицевая накид лицевая накид лицевая так здесь же мы будем поднимать вот из предыдущей петли подняли петлю провязали то есть таким образом добавили по центру 3 лицевые здесь из предыдущего ряда подняли провязали все равно у нас получается здесь дырочка как ни крути все девчонки значит вяжем так как я показывала изначально и не заморачиваемся пусть будет ну а что делать изнаночный ряд по узору так 9 ряд 2 лицевые накид лицевая накид 2 лицевые здесь у нас 6 ряд во втором лепестке здесь опять же в начале петля предыдущего ряда поднимаем покорушечка и провязываем и здесь и в конце это у нас 6 ряд изнаночный по узору классика у нас все все изнаночных рядах по узору кроме первого ряда маленького лепестка так здесь у нас 11 ряд здесь 8 3 лицевые в большом лепестке накид лицевая накид 3 лицевые так маленький лепесток последний раз вот 8 ряд мы поднимаем добавляем петли и в конце все 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 и в конце все и в конце 4 лицевые, накид, лицевая, накид, 4 лицевые. Так, здесь у нас 3 лицевые, 10 ряд, 2, 3, 3 петли вместе, таким вот образом вторую мы ставим поверх первой и провязываем 3 петли вместе лицевой, 3 лицевые. Так, 15 ряд. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, накид, лицевая, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 лицевые. Здесь у нас 12 ряд во втором лепесточке. Две лицевые. Две лицевые. Так, 17 ряд. Здесь мы просто провязываем лицевыми. Все 13 петель. Все 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5 лицевые. Так, второй лепесток, это у нас 14 ряд, 1 лицевая, 3 вместе, 1 лицевая. Так, тут у меня заканчивается розовая нить, я уже продолжу таким просто серым цветом, я думаю, вам это мешать не будет. Кстати, эта нить у меня заканчивается, но в общем сейчас привяжу еще одну серую и розовую не буду добавлять, все равно этот образец будет распускаться. Узел я делаю обычный, потому что его тоже буду развязывать. Так, что у нас здесь 19 ряд, а там у нас 16 ряд. Ой, сразу чувствуется, что нить одна. Хоть та и та не пусенькая, но все равно чувствуется, что нить. Так, здесь 2 вместе лицевой с уклоном влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Так, у второго лепестка у нас осталось 3 петли, просто 3 вместе лицевой с уклоном вправо. Так, это у нас был 16 ряд. Все, этот лепесток мы закончили. В изнаночном ряду, вот здесь, вот мы можем уже вязать лицевыми петлями и у нас закончится лепесток. Можем еще раз одну эту петлю провязать изнаночной. И тогда, как бы, типа веточка. Ну, это не веточка, ну, вот такую вот. Сейчас я провяжу. Нет. Вот оно. Видите, если изнаночном провязать, вот так вот выглядит этот лепесточек. А я сейчас, наоборот, попробую провязать лицевой, и тогда мы увидим, как это выглядит. И вы потом уже будете делать на свое усмотрение. Так, я провязываю лицевой. Так, здесь у нас 21 ряд. Двое место лицевой супу нам вправо. Семь лицевых. Здесь у нас влево, извините, извините, девчонки. А здесь у нас вправо уклон. Так, здесь у нас, вот, кстати, мне так нравится больше. Лепесточек выглядит вот таким вот образом. А вот это вот мне не нравится. Все-таки, да, все-таки лучше вот так вот, как я, из боковушечки добавлять. Так, 23 ряд. Две петли вместе лицевой с уклоном влево. Пять лицевых и две петли вместе лицевой с уклоном вправо. Так, что у нас следующее? 25 ряд. Две петли вместе лицевой с уклоном вправо. Две петли вместе лицевой с уклоном вправо. Сужается наш лепесточек. 27 ряд. Две вместе лицевой с уклоном влево. Одна лицевая. И две вместе лицевой с уклоном вправо. Вот, три петельки осталось. Так, и последний, 29 ряд. Мы просто провязываем вот эти вот три петли вместе лицевой. Меняем местами тоже. И все. В следующем ряду мы вяжем лицевой. Вот, мы заканчиваем лепесток. Вот сейчас вот далее у нас идет основной узор. и мы уже больше ничего не вяжем. Основной наш этап это наши вот эти вот, как бы, косички, да, связанные крючком. Я взяла крючок 5 миллиметров. У меня основная пряжа. Я беру, вот как у меня ниточка, в два сложения я вязала, да, одна такая, одна такая. Я беру еще вот эту вот нить и складываю в два сложения. И вот сейчас я рисую. Рисовать буду вот этим маркером исчезающим. И его вообще не видно. Если у вас есть мел цветной, либо какой-либо, то вы рисуете мелом. Я думала, что вот фломастер будет лучше. И я купила фломастер. Вот. Узор я, как бы, срисовала с модели. Но это будет в следующем видео. Здесь я просто показываю саму технику, как бы, как я это все делаю. Значит, вот у меня одна веточка, саму веточку. Что я с ней делаю? Я продеваю крючок на изнаночную сторону. Вот перегиб у меня, да, в два сложения. Цепляю эту ниточку. Вытаскиваю на лицевую сторону. Да ладно! Вы это слышите? И вяжу по лицевой стороне. Вот нормально, как вы вяжете цепочку, но только продевая полотно. Вот я его протыкаю. С изнаночной стороны я цепляю эту ниточку. Вытаскиваю на лицевую. И здесь уже продеваю через вот эту петельку. То есть классическая цепочка, но она у нас проходит сквозь полотно. Опять продеваю крючок. Здесь на изнанке цепляю двойную ниточку. Вытаскиваю. И здесь продеваю через петельку. И так продвигаюсь. Вот туда, куда мне нужно. Таким вот образом. шишечка. Вот когда мы связали цепочку, нам нужно сделать, допустим, вот здесь вот у меня три шишечки по схеме. Значит, что я делаю. Первую шишечку я вот достаю петлю. Ну, как бы вытаскиваю эту петлю. Потом продеваю крючок рядышком. Вот совсем рядышком, но как бы мимо вот этой петли. И вытаскиваю. Теперь вторую вытаскиваю из петли. Вернее третью из петли. Четвертую рядом. И пятую из петли. Шишечек у нас будет два вида. Вот первая, чтобы не обрезать нить, мы вяжем вот так вот. Вот. И потом отступаем. И вот эту ниточку захватываем. И здесь фиксируем. Раз. Обрезаем. Еще раз. Все. Зафиксировала я шишечку. Как бы теперь эту ниточку продеваю на изнаночную сторону. И здесь уже я ее как бы продеваю, чтобы спрятать конец. Ну и соответственно еще больше зафиксировать. Это первую мы так вяжем, вторую и третью мы уже вяжем по-другому, потому что мы ее будем доставать уже из, ну как бы, нить у нас рабочая будет не за полотном, а с лицевой стороны не с изнаночной, а с лицевой стороны полотна. Поэтому будет вот так вот. Так. Первая шишечка у нас есть. Девчонки, потренируйтесь. Потренируйтесь. Пока выйдет мастер-класс, кто хочет вязать, потренируйтесь. Так. И вторая. Видите, у меня, видите, распущены с образца. Так. Вторую мы уже нить оставляем здесь, на лицевой стороне. И вот цепляем за вот эту вот косичку. Опять же. Можем за косичку ниже. Давайте ниже. И достаем. Один. Делаем накид. Два. Делаем накид. И три. И вот теперь вот здесь фиксируем. отступаем. И там, где мы видим, вот приблизительно, где нужно зафиксировать, мы фиксируем. Раз. И два. Обрезаем. И выводим на изнастку. У меня тупые такие кусачки эти. Так. Две. Что у меня здесь? Какая-то бякушка. Некрасивая. Туда запихнуть. Так. Вводим на изнанку. Вот две шишечки у нас. Сейчас третью. Ну и все. В принципе понятно. Первую вяжем из той же нити с изнанки протягиваем. А вторую и третью уже вяжем с ники, которые мы по лицу. Так. И теперь третья. Видите? Так. Здесь мы за вторую, вот эту вот, как бы за ту же, только за вторую половинку. Значит то же самое. Петля. Накид. Петля. Накид. Петля. И цепляем. Вообще можно вот так вот прикрепить сначала. Потом уже прицепить. В общем смотрите. Попробуйте сначала и решите как вам удобнее. и наизнанку. Вот и все. Шишечки вяжутся вот так вот. Вот видите? Еще эти завертоны я вам покажу. И в принципе все. Я же говорю, казалось, что это все очень сложно и проблемно. Но на самом деле, если углубиться, то ничего сложного-то и нет. Ну конечно же придется посидеть, поиграться. Но ничего. А как девчонки, которые вышивают. Вот вы представляете? Я вышивать никогда в жизни, что-то меня этот вид творчества не привлекал. Так. Так. И последние, девчонки, наш элемент, это вот эти вот завитушки. Они пока не разучут, утюженитные. Они будут плоскими, девчонки. Так. Значит, опять же, обычная цепочка, которую мы просто заворачиваем. Вывязываем. Вывязываем ее по кругу. Первую завитушечку мы вывязываем основной нитью, которой цепочка вязалась. А потом присоединяем, как и в шишечке, так и последняя. Ну просто, видите, я вот так вот ее завернула. Вытащила, затянула и теперь на изнаночку. Вывязываем. Так. Вторую. Потом мы ее подутюжим и она будет красивее, плоской. Так. Вторую. Вот смотрим, как мы хотим расположить. Вот. Что я вижу. Я бы ее сюда провязала и третью сюда. значит, я беру из вот этой вот петельки. Достаю нить. И вяжу. Можете нарисовать, да? Потому что, я же говорю, у меня что-то я думала, сделаю лучше. хорошо. Теперь я вяжу вот так вот улитку. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Где-то отсюда, из центра... Можно, кстати... Отсюда, прямо из вот этой петли предыдущей, откуда мы вязали две предыдущие завитушки... Я здесь вытаскиваю петлю и перескакиваю, смотрите, следующие провязываем между вот этими кружочками и пару стежков я продвигаюсь вперед. Теперь я начинаю закручивать... Много ниточек... Запрашиваю... Ничего... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Вот так вот получается... Сейчас я вот это все закреплю здесь и все... Сейчас я вам еще покажу его... Вот... Это в конце цепочки, да... Когда у нас... Вот... Цепочка... И закончилась тремя вот такими вот завитушками... Вот... Что-то у меня вот эта петля какая-то... Неаккуратная... Вот... Подтянула... Все... Либо вот... Смотрите... Я решила, что буду заполнять... Да... Места те, которые у меня пустые... Вот эту завитушку вот здесь две... У нас есть по плану... Но еще я буду где-то здесь добавлять... Еще пока не знаю... Все вы увидите в следующем видео... Мой план действий... Сейчас просто из... Как бы из цепочки из средины... Вам покажу... Завертон... Значит... Вот как вы... Предполагаете, что у вас где-то со средины... Пойдет вот так вот завитушка... Вот отсюда берете... Вывязываете сначала цепочку... Ведете ее... Туда-куда... Куда вам нужно... Как вы нарисовали... Так... И здесь уже... Она не сразу... А как бы... Вот такой вот... Заход я сделаю... Заканчивается... Ниточка... Видите... Поэтому я... Заворачиваю сюда... Можно было бы сделать дальше... Ну... Я делаю так... Потому что... Мало... Отмерила нить... Вот... Видите... Все... Ну... Я думаю... Понятно... Так... Вот... Видите... Заходите... Вот... По идее... Должно было быть... Вот так... Ну... У меня поменьше получилось... Ну... В общем... Из цепочки... Вывязываете еще цепочку... И на кончике... Делаете... Завитушечку... Так... Ну... В принципе... Девчонки... Все... Основные ключевые моменты... Я показала... Обвязка с шишечками... Это будет уже в основном видео... Ну... То есть... Пройма горловина... Здесь... По передней детали... Я вам показала... Основные приемы... Узор... Вы пока сейчас... Тренируетесь... Я это... Доделываю... Видите... Я уже в финальной части... И оперативно... Вам выкладываю видео... Еще... Я здесь дополню... Мне не нравится наполнение... Мне нужно здесь... Еще чего-то... Дополнить... Да... Смотрите... Правда же... Здесь какую-то... Завитушечку... Вот здесь... Ну... В общем... Подобавляю я так... Чтобы... Чтобы это было... Как-то более... Закончено... Хотя... Так... Вроде бы... Ничего... Не... Ну... Надо... Здесь... Шишечки... Да... Наверное... Здесь... В общем... Ладно... Сейчас я еще буду думать... Вот...